С пляжа по тревоге. Стоило совраски. В. Володин. Класс. Равно. Галери Матлевю. Равно. Трю айтем проп. Равно. Имидж. В. Володин. 24 августа 11. С пляжа по тревоге. На днях, несмотря на время летних отпусков и парламентские каникулы, в чрезвычайном порядке собрался Совет Государственной Думы. Инициатором был спикер Вячеслав Володин. Совет опять таки в неотложном порядке создал специальную комиссию. В нее входят представители всех четырех думских фракций. Комиссию поручено возглавить единороссу Василию Пискареву главе Комитета Думы по безопасности. Ситуация признана столь серьезной, что депутаты-члены комиссии вынуждены отказаться от законного отдыха. А ведь они этот отдых пояс и не заслужили, бесперебойно нажимая кнопки при законотворчестве в поддержку пенсионной реформы, повышения налогов, оптимизации больниц и других антинародных инициатив. Так в чем же причина такой успешности и что угрожает безопасности нашего государства? Может быть, страшные пожары, пожирающие тайгу Сибири. Они ежедневно уничтожают сотни гектаров лес нашего национального богатства. Вдруг единороссы одумались, и теперь готовы внести поправки в принятый ими больше 15 лет назад губительный лесной кодекс. Или дело в оптимизированной системе здравоохранения. Даже Владимир Путин, инициатор этого процесса, вынужден признать, ситуация в отечественной медицине сложилась нетерпимая. А возможно, парламентариев встревожил политический кризис в связи с предстоящими в сентябре региональными выборами. Действительно, беспрецедентное использование административного ресурса и полицейские репрессии против оппозиции вызвали серьезное напряжение в обществе и массовые протесты. Как оказалось, депутатских начальников напрягают именно выборы и протесты. Однако так и не отдохнувшие от трудов праведных думцы не намерены обсуждать, например, вопиющее действие московского и петербургского избиркомов или менять порочное избирательное законодательство. На взгляд думского руководства проблема только одна. Точнее, проблема одна, но опасных субъектов больше пресловутый американский газдеп, или ЦРУ, немецкий государственный канал, Deutsche Welle и ДР. Ведь если бы не они, не их призывы и подстрекательство, то никаких бы митингов в Москве и не случилось. Столичные жители спокойно собирались бы не на многотысячные протесты, а семейными группами на уборку урожаев в садах и на огородах. Так что думская комиссия по примеру американских коллег вынуждена заняться иностранным вмешательством в российские выборы. Принято единогласное решение рекомендовать комиссии в обязательном порядке приглашать представителей тех СМИ, которые себе позволили делать заявления, осуществлять призывы, связанные с нарушением законов Российской Федерации, и фактически вмешались в наше внутреннее дело. Конечно, мимо таких фактов никто не пройдет. Все считают, что необходимо приглашать на комиссию и работников посольств, которые участвовали в массовых мероприятиях, раздавали методички, заявил Володин. С фактами, правда, дело обстоит не очень. Впрочем, такая же ситуация у американских сенаторов и конгрессменов. Те уже три года твердят о вмешательстве России в выборы президента США. США не раз заслушивали спецпрокурора, однако за все это время доказательств так и не предъявлено. Более того, до конца не ясно, на чей же стороне был Кремль, за Трампа или против. Поверить, что некие газдеповские агенты бегали по столичным бульварам с методичками в руках и показывали москвичам дорогу до митинга, как-то не получается. Думается, из посольства США депагенты не придут с раскаянием на комиссию Пискарева. В конце концов, как можно не знать, где находится проспект Сахарова или Тверская, 13. Разве что человек переехал в Москву недавно и передвигается по городу в служебном авто с личным водителем. Среди участников акции такие вряд ли были. Совет Федерации опередил Госдуму и уже создал подобную комиссию. Ее возглавил сенатор Андрей Климов. Он уверяет, что во время протестов по улицам Москвы ходили иностранные дипломаты и чему-то обучали граждан в переулочках напротив здания Сафеду. Видимо, представители партии власти убеждены, россияне совершенно не ценят своего конституционного права избираться и быть избранным. А потому возмущаться фальсификациями могут только по иностранной указке. Впрочем, сами единороссы уверены, что у них есть доказательства иностранного вмешательства. Примеры приводят одни и те же. Размещение на сайте посольства США точек сбора на несанкционированные акции в Москве, прямые призывы по государственным каналам «Голосу Америки» к участию в несанкционированных акциях являются примерами открытого вмешательства во внутреннее дело России. «Представьте, если бы телеканал «АТИ» или агентство «Спутник» выступили с призывами «Берлин, выходи» или «Париж, выходи», — заявил еще один член Думской комиссии Андрей Исаев. Между тем иностранные дипломаты и журналисты толкуют свои заявления совсем иначе. Посол США в Москве Джон Хансман утверждает, что адреса протестов были опубликованы, дабы предупредить американских граждан, проживающих в Москве, и туристов о возможных рисках. «Мол, это обычная практика, если бы я открыто не оповестил американских граждан о запланированных протестах, то я бы недопустимым образом нарушил свой долг». Что же, если посмотреть, как московская полиция сотнями и сотнями задерживала на улицах несанкционированных людей, в том числе и случайных прохожих, слова Хансмана представляются вполне логичными. В свою очередь, сотрудники Deutsche Well говорят, что опубликовали не призыв выходить на митинг, а лозунги акции. И это где совершенно естественно, также ведут себя и RT, или агентство Sputnik, и любые другие СМИ, сообщая о событиях. А вот задержание на митинге аккредитованного корреспондента DW Сергея Дика, освещавшего протесты, назвали возмутительным и незаконным. Тут важно подчеркнуть от редакции, что Советская Россия всегда считала и считает недопустимым и враждебным вмешательство иностранцев в политическую жизнь и управление страной, решительно выступая против этого, разоблачая и наших компрадоров. Будь то дрессировка российской элиты во всяких Гарвардах для последующего внедрения в управление РФ, будь то эксперты Чубайса в процессе вероломной приватизации, будь то зарубежные советники первой семьи на решающих выборах. Считаем, что все это крайне опасно и пагубно для нашей страны, враждебно интересам российского народа. Точка без малого четверть века назад Газдеп и Белый дом фактически организовали предвыборную кампанию Бориса Ельцина, от слоганов до финансирования через аффилированные структуры. И не только не скрывают, но гордятся этим публикуют, например, в качестве доказательств стенограммы переговоров Ельцина и Клинтона. А подручные руководители Ельцинского выборного штаба Анатолия Чубайса таскали баксы в высоких коридорах в коробках из-под ксерокса. Это, конечно, самый вопиющий случай, известный всем поголовно. А сколько их было в тени добрых партнерских отношений с США и РФ? Конечно, такая ситуация неприемлема. Но что делать? Возможно, если бы мы раньше начали обсуждать эту тему, меньше было бы таких желающих вмешаться. А иностранное влияние на повестку может привести к потере страны, заявил Володин. Трудно сказать, насколько это выстраданное понимание. Между тем действия Кремля и Белого дома на Краснопресненской набережной иногда бывают куда опаснее Газдепа и Белого дома Вашингтонского. Если антисоциальная политика продолжится, а у россиян отнимут последнюю возможность влиять на власть через выборы, для потери страны не нужно будет никаких иностранных агентов. Екатерина Польгуева Редактор субтитров А.Семкин